Всем привет! Сегодня мы поговорим о 2D инди игре Vagant. Vagant это приключенческий 2D регалик. Хоть игра и сделана для PC, она поддерживает геймпады. И одновременно на одном компьютере в эту игру может играть до 4 человек. В начале игры вам предстоит выбрать один из трех классов, что очень сильно влияет на геймплей и тактику прохождения. Чем больше вы будете проходить уровни, тем больше способностей у этих героев будет появляться, а также будут появляться новые герои. Типичное разделение на лучника, рыцаря и мага. Рыцарь ориентирован на ближний бой и плохо себя чувствует в сражении с врагами, обладающим дальней атакой. Маг обладает отличной атакой на расстоянии, но плохо сражается в ближнем бою. Разбойник сражается как руком, так и мечом. Более гибкий персонаж как вблизи, так и на расстоянии. Но сражение с монстрами больше зависит от микроконтроля, чем от класса, которого вы выбрали. Открываем вентарь, мы видим сколько у нас есть предметов. Перелистывая далее, нам показывают наши статы. Листаем еще далее, показывают нам наши скиллы. У каждого класса есть 4 основных скилла, все остальное это дополнительные статы. У рыцаря как мы видим это есть сворд, если мы выучим его на единичку мы сможем атаковать мечом вниз. Также у рыцаря есть защита, нажимая кнопочку вниз на геймпаде мы становимся в блок. Таким образом блокируем все атаки. За убивание монстра и прохождение уровня мы получаем левел, а с ним еще один поинт для улучшения этих скиллов. Также в подземелье есть башни, которые обладают позитивным или же негативным эффектом. Чтобы узнать это, нужно ее растолбить. Как вы видите, на этот раз мне не повезло, я получил кучу стрел. Чем еще привлекает эта игра, это своей сложностью. Умереть можно в любой момент, если быть совсем неосторожным. В конце каждого игрового раунда есть боссы. При победе над таким боссом с него падает ключ. Этот ключ открывает огромный судок с множественными артефактами. Давайте рассмотрим лучника. Как я уже говорил, лучник может вести сражение в ближнем бою, а также в дальнем, имея для этого лук и стрелы. И у него отличаются 4 основных навыка. Самый любимый мой навык это скрытность. Зажимая кнопочку вниз, мы становимся невидимыми для монстров. Развивая этот навык, мы увеличиваем скорость передвижения, находясь в инвизе, а также наносим критический удар, когда находимся в состоянии невидимости. Имея ближнюю атаку, а также возможность атаковать с дальнего расстояния, этот класс есть намного мобильнее, чем рыцарь. Но если вы заметили, у него на 20 единиц меньше здоровья. А в условиях того, что подземелье наполнено очень большим количеством ловушек, то такое количество здоровья очень сильно сказывается на выживаемость. Как я говорил ранее, в каждом подземелье в конце раунда есть босс. На первом раунде в основном это три вида босса. Мне же попался дракон. Как я уже говорил ранее, с таких боссов выпадают ключи, для огромных сундуков, с которых впадает множество дропа. И третий герой, как уже было сказано, это маг. У мага в руках посох, но основное оружие это его заклинания. Так же, как и у всех, у него 4 основных скилла. Один из которых увеличивает атаку заклинаниями, а также в будущем дает возможность кастовать намного дальше. Делать это в прыжках, что для мобильности очень и очень важно. Вначале мы имеем три заклинания. Огненный столб, молнии и заморозка. Заметите, что даже в такой игре есть некие законы физики. Таким образом, если вы используете заклинание молнии в воде, вас тоже ударит током. В каждом подземелье есть своеобразный магазинчик, где за монеты мы можем приобрести один из трех вещей. Вещи в таких магазинчиках генерируются рандомно. Стоит заметить, что умирая вы уже не попадаете в то же самое подземелье, поскольку оно рандомно генерируется заново после вашей смерти. Этот факт исключает возможность запомнить расположение ловушек и так далее. Всем спасибо, с вами был Земер и до новых встреч. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал ГиГо.